Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Саламахина Мария Николаевна. И сегодня мы с вами поговорим о ОМК и пособиях, о новинках издательства «Просвещение», которые у нас за этот год вышли. Подведем небольшие итоги года уходящего и настроимся на работу уже в будущем году. Как вы знаете, уже почти год назад, перед прошлым Новым годом, 28 декабря 2018 года, Министерство просвещения у нас выпустил новый федеральный перечень, который вышел приказом номер 345. И с момента его публикации предыдущий федеральный перечень у нас утратил свою силу. А предыдущий перечень у нас был от 2014 года, мы по нему поработали долго, почти 5 лет, поэтому, конечно же, мы все его нового перечня очень ждали, потому что было много изменений. И, конечно, хотелось видеть ОМК, которые как раз бы этим требованиям и изменениям отвечали, федеральным перечнем, что мы сейчас, собственно говоря, и имеем. На данный момент федеральный перечень имеет три раздела. Первый раздел – это учебники, рекомендованные для реализации обязательной части образовательной программы. Второй раздел – это учебники, рекомендованные для реализации части образовательной программы, формируемые участниками образовательных отношений. Учебники для предметов по выбору. Специальные учебники для реализации адаптированных программ. И третий наш раздел – это учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей. На уровне начального общего образования от издательства просвещения по английскому языку. У нас с вами на базовом уровне английский фокусе. Я думаю, большинство из вас прекрасно знаком данный УМК. Но также здесь у нас есть новинка. Это УМК «Сфера». Это УМК для базового уровня по английскому языку. Чуть позже мы также на него посмотрим обзорно. А для углубленного уровня у нас звездный английский и УМК «Верещагины». Также уверена, что эти УМК вам прекрасно известны. Здесь нету каких-то таких новинок на углубленном уровне. Все обложки по английскому языку издательства просвещения, которые в ФПУ на начальном этапе, на начальном общего образования у нас входят, вы видите на экране. Сразу обращаю ваше внимание, что теперь на обложках именно тех версий учебников, которые входят в действующий ФПУ, на них есть синий значок, синяя полоска с гербом издательства просвещения. Вот так очень легко и быстро можно отличить, какая версия учебника находится перед вами. Также на слайде вы видите номера в федеральном перечне и название учебника. Напоминаю, что в самом ФПУ никогда не указываются названия линии, то есть последний столбец колонки вы там не увидите. Просто будут эти авторы, номер и название как английский язык. Естественно, были изменения в тех УМК, которые входили в предыдущую версию учебника и входят в новую. И здесь вот хотелось бы пару слов сказать про изменения, которые у нас на уровне начального общего образования, английский в фокусе. Теперь он выходит в двух частях. Это, естественно, было сделано для удобства использования у младшими школьниками и уменьшение веса издания. Тем не менее, в тех классах, где получилась такая ситуация, что до закупка была новыми небольшая и получилось, что в одном классе и предыдущая версия, и версия новая, можно выдохнуть, потому что в данном случае ТУМК может быть использован с предыдущей версии. Может быть, не очень это будет, конечно, удобно, но тем не менее, это никак не повлияет на работу в классе. А вот что касается звездного английского углубленного уровня, то здесь, конечно, мы рекомендуем приобретать новую версию, потому что в данном случае совмещать уже не будет получаться по той простой причине, что здесь были переработаны задания, а именно те задания, которые предполагалось выполнять в учебнике. И на это жаловались многие учителя, об этом нам говорили библиотекари, и, конечно, это понятно, что с нашей системой образования выполнять задания в учебнике – это проблематично. Поэтому такие задания были переделаны. Там, где предполагалось раскрасить в учебнике, уже идет раскрашенный, нужно назвать какие цвета. Соответственно, по пунктирам, по точечкам мы ничего в учебнике не соединяем. Поэтому здесь, как вы сами прекрасно понимаете, в классе должна быть новая версия учебника. Что же касается ОМК «Сфера». Как я уже сказала, это наш новый ОМК. Это наш проект создательства «Корнельсон», где с нашей стороны выступили учителя практики в авторском коллективе Алексеев Смирнова. Первые два автора у нас с ней меняются со второго по одиннадцатый класс. Это училия, которые до сих пор работают в школе, работают со второго по одиннадцатый класс, прекрасно понимают потребности, нужды учащихся, сильные и слабые стороны. Ну, а, конечно же, наши партнеры – носители языка, они отвечали за наполняемость учебника и за аутентичность материала. В начальной школе у нас идёт постепенное изучение букв и звуков английского алфавита. Каждый урок у нас начинается с введения новой лексики. Обязательно всё это сопровождается аудиоматериалом, также это сопровождается картинками. Здесь мы также применяем метод глобального обучения чтению, но каждый раз в начале мы вводим букву, мы вводим буквосочетание, мы вводим слова. И также мы вводим транскрипцию, мы вводим знаки транскрипции, начиная со второго класса. Но хочу заострить внимание на том, что знаки транскрипции у нас вводятся только для облегчения чтения. Ни в коем случае не предполагается, что учащиеся в начальной школе будут писать транскрипционные диктанты. Это быть не должно, это методически, естественно, неправильно. Конечно же, в начальной школе у нас максимально выстроены задания в формате игр. Мы повторяем, почему повторяем, потому что зачастую в начальной школе, когда к нам приходят дети, большинство из них знают цифры от 1 до 10 или от 1 до 12. Многие знают цвета, потому что в детском саду или в каких-то там дополнительных образовательных организациях они изучали английский язык. Многие родители сейчас это хотят и пытаются как можно раньше учить детей английскому. Тем не менее, у нас это всё в начальной школе, мы это всё проходим и отрабатываем именно конкретно, направленно на то, чтобы они умели употреблять это в нужный момент, не задумываясь, как часто бывает, что когда мы спрашиваем какую-то цифру учащихся, они начинают в голове пересчёт, то есть про себя вот это начинается 1, 2, 3, до необходимой им цифры. Вот на это также направлено задание, когда мы раздельно называем цифры разного цвета, назови зелёную цифру, это допустим 7, или назови там наоборот, какого цвета 7. То есть вот таким образом мы работаем в начальной школе. Также мы детям вводим правила чтения, но, конечно же, мы их вводим не в сухом формате правил, а мы их вводим в форме сказок. Всё это также подробно расписано в книге для учителя, которая у нас выложена на сайте. В конце нашего вебинара я покажу, где вы можете более подробно ознакомиться с самим УМК и скачать оттуда по одному циклу из каждого класса. И там же вы сможете ознакомиться и с книгой для учителя. Но в первую очередь УМК у нас направлен на развитие навыков устной речи и аудирования, потому что мы все понимаем, что язык как профессию выберут единицы, а общаться на языке, работать, применять его в работе придётся практически всем. А поэтому нам нужны вот эти развитые навыки аудирования и устной речи, чтобы мы могли, учащиеся наши, могли их применять в повседневной жизни. Также учебник настроен на то, чтобы правильно научить делать учащихся презентации, узнать правила ведения дискуссии, научиться писать различного рода письма и эссе, научиться анализировать факторы и объяснять закономерности. Ну и так как этот учебник создавался специально для детей современных, то, конечно же, мы начинаем развивать основные навыки 21 века, уже начиная с начальной школы. На уровне основного общего образования по английскому языку. У нас английский в фокусе на базовом уровне, у МК Владимира Петровича Кузовлева и у МК Сфера. Для углублённого изучения у нас звёздный английский и у МК Верещагина. Что нам важно на уровне основного общего образования? А тут нам важно то, что, наконец-то, вторые иностранные языки, и у МК по вторым иностранным языкам у нас в федеральный перечень вошли. И у нас есть УМК по английскому, как второму иностранному, который называется «Мой выбор английский» или «Options». На данный момент изучение вторых иностранных языков является обязательным на уровне основного общего образования. И те учащиеся, которые у нас сейчас учатся в девятом классе, так как с этого года мы полностью перешли в рамках работы по ВГОС в основной школе, то у них, у учащихся девятого класса, в этом году, кто закончит его, в аттестатах должен стоять предмет второй иностранный язык. Выбор есть, есть языки, есть УМК. Конечно, мы все прекрасно понимаем ситуацию, когда они далеко не все вводили, начиная с пятого класса, но, тем не менее, выход есть всегда, и главное, что есть опора УМК, которая специально создана для изучения второго иностранного языка, по которому вы и ваши ученики сможете работать. Все обложки УМК также представлены на слайде по английскому языку, номера федеральным перечням, авторские коллективы и название учебника. В основной школе, тоже хочу сказать пару слов про УМК-сферы, конечно же, все текстовые материалы и тематические направленности, они соответствуют возрасту и интересам учащихся. Мы прекрасно понимаем, что в основной школе всех, конечно, интересует ОГЭ и подготовка к ОГЭ. Поэтому, уже начиная с пятого класса, в данном УМК у нас идет постепенная подготовка, а потом уже и появляется раздел непосредственно подготовки к ОГЭ, начиная с восьмого класса. Также тут у нас появляется рубрика «Skills File» «Учись учиться», которая направлена на развитие универсальных учебных действий. Это отдельная рубрика в конце учебника, где учащимся в доступной форме рассказывается, как правильно писать письма, с чего начинать описание картинок. Все это дается в тезисном виде, легкая подача информации, по которой учащий всегда сможет узнать что-то новое, повторить, выполнить домашнее задание. Ну и просто никогда никому не мешало обладать универсальными учебными действиями. А мы, как учителя иностранных языков, прекрасно можем это применять в рамках нашего урока. Также у нас появляется раздел «Window on the world», который знакомит учащихся с традициями различных культур. Конечно же, «Russian Conn», что является также неотъемлемым требованием стандарта, потому что мы должны воспитывать патриотов своей страны, мы должны учащимся рассказывать о различных местах, достопримечательностях и просто про нашу великую и большую родину. Также раздел «More help», который предназначен для динфицированного подхода в рамках одного класса. Тоже об этом очень многое говорится, о том, что мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы мы динфицировали подходы к обучению в одном классе. Но зачастую, когда об этом говорят, многие думают, что речь идет о сильных учащихся, которым нужны задания более высокого уровня. Вот здесь мы как раз-таки постарались сделать так, чтобы мы могли выровнять учащихся в рамках одного класса. И если у нас есть учащиеся, которым сложнее, чем другим ребятам, которым нужно больше времени, например, на выполнение задания, и они чуть слабее, чтобы они тоже могли принимать полноценное участие в учебном процессе и могли самостоятельно выполнять задания наравне с другими учащимися. И вот в этом помогает как раз-таки раздел «More help». Он идет не ко всем заданиям, он идет к заданиям наиболее сложным. Но по этим подсказкам тезисным, по более упрощенным вариантам каждый из учащихся это задание сможет сделать. А потом при проверке домашнего задания в классе, соответственно, мы можем всегда начать с более сильных учащихся и уже потом переходить к более слабым учащимся. Но этот раздел, он помогает включаться в учебный процесс и его также, эти задания, на уровне выполнять. Что у нас на уровне среднего общего образования? Здесь у нас на базовом уровне у МК английский в фокусе и у МК сфера. Для углубленного изучения у нас звездный английский и у МК Фанасиева и Михеева. Также обращаю внимание, что МК по вторым иностранным языкам у нас на уровне среднего общего образования в федеральный перечень входит. Хотя пока у нас обязательно только на уровне основного общего образования. Но, тем не менее, если образовательная организация имеет возможности и хочет продолжать обучение в 10-11 классе, то, пожалуйста, вы также можете выбирать МК из федерального перечня по вторым иностранным языкам и работать по ним. Все обложки по английскому языку издательства просвещения ФУПУ также на уровне 10-11 класса вы видите на данном слайде. Опять же, синяя полоска. Все. Еще раз повторю для тех, кто только недавно подключился, что теперь все у МК, те версии, которые входят в новый федеральный перечень, у них на обложке есть синяя полоска с гербом издательства просвещения. Таким образом, мы легко отличаем те версии, которые входили в предыдущий перечень, от тех, которые входят в новый. В 10-11 классе, конечно же, всех волнует подготовка к ЕГЭ. В МК сферы формат заданий также ориентирован на формат заданий ЕГЭ. Постоянно в рабочих уроках вы будете встречать задания, которые помечены значком «Экзем». Это, соответственно, задания в формате ЕГЭ. А также есть регулярная рубрика «Фокус он экзем», с которой полностью посвящена подготовке к ЕГЭ, где уже идет задание в том виде, в котором учащиеся их встретят на едином государственном экзамене. Направлены задания на все виды речевой деятельности. А также есть тексты и кейсовые задания, которые ориентированы именно на современных подростках, на современных учащихся, с учетом их возрастных особенностей и интересов. Несмотря на то, что это базовый уровень, это достаточно сильная база в 10-11 классе, которая позволяет подготовить учащихся к ЕГЭ, к успешной его сдаче, даже без применения каких-либо дополнительных материалов. То есть учебника вполне будет достаточно, чтобы учащихся подготовить. Плюс у данного МК есть информативные поля, на которых вы постоянно будете встречать такие пометки, как «Exam Tips». Это небольшие подсказки на выполнение различных разделов заданий единого государственного экзамена. Просто такие подсказки серии, что «Перечитай, прослушай еще раз», которые постоянно всплывают, мелькают учащиеся в учебнике. И поэтому, несмотря на то, что мы можем много раз сказать то же самое, но когда они будут все-таки зрительно видеть, это хорошо работает, а также позволяет, дает возможность учащимся самим перед экзаменом быстренько пролиснуть эти подсказки и еще раз посмотреть для себя, какие-то пометочки, заметочки сделать. Также напоминаю, что у нас действует ящик «ФПУ собака.опросф.ру». Здесь можно задать вопрос по любому УМК издательства просвещения, по всем предметам, которые вошли в федеральный перечень, результаты учебных пособий. Вы можете задать сюда, вы присылаете, можете также передать коллегам, что они могут присылать свои вопросы на данный ящик. А там уже он распределяется, соответственно, по тематике, по центрам, и наши методисты и редакторы вам всегда будут рады помочь и ответить. Здесь у меня представлены все обложки УМК «Сфера» со 2 по 11 класс. Так вот выглядит вся линейка. Как я уже сказала, что делали мы это совместно с издательством «Карнельсен». Мы делали таким образом, чтобы совместить как традиционные подходы в данном УМК, методики, которые уже проверены многолетним, даже десятилетним опытом, так и дать им новый свет, придать им более инновационные подходы. Поэтому мы не отказывались от тех заданий, которые привычны учителям и учащимся, но постарались написать их с учетом современных подходов к обучению английскому языку. Про дифференцированный подход мы уже с вами сегодня поговорили. Также хочу сказать, что много заданий на развитие творческих способностей учащихся, так называемый кейс-метод в проектных заданиях. Про скиллс-файлы также сегодня уже упомянула. Ну и про разделы тоже мы с вами уже поговорили. Таким образом, мы позволяем учащимся научиться правильно и быстро делать презентации, мы учим их правильно вести дискуссии, учим их анализировать факторы, объяснять закономерность, а самое главное, мы их учим общаться в последневной жизни и приобрести прочные навыки английского языка. Это наша основная задача обучения учащихся в школе английскому языку. Также сегодня мы с вами поговорим про те новинки, которые у нас в течение года выходили. Какие-то вышли совсем-совсем недавно, какие-то вышли чуть раньше. Мы сейчас на них посмотрим. Здесь у меня разделено таким образом, что с одной стороны вы видите те новинки, которые выходили в рамках английского, как первого иностранного, и справа, как второй иностранный. Плюс сразу хочу сказать, что у нас есть те новинки, которые вышли в рамках линии УМК, как раз-таки то, что представлено на экране, в рамках линейки английского фокуси, линейки сферы и мой выбор английский. А потом мы с вами поговорим про те новинки, которые вышли вне линии УМК. Итак, первые наши новинки – это тетради тренажёра. Тетрадь тренажёра – это рабочая тетрадь к УМК сферы 2, 5 и 10 класс. Соответственно, всё это у нас в формате и по тематике соответствует темам и урокам в учебнике, как это всегда и бывает с рабочими тетрадями. Поэтому сейчас они у нас также доступны в интернет-магазине. Пока это 2, 5, 10 класс. Сейчас у нас будут уходить также и все остальные тетради тренажёра и тетради экзаменаторы к данной линии УМК. Ещё одна новинка – это грамматический тренажёр к английскому фокусе, 5 класс. Данный тренажёр является дополнительным компонентом линии английский фокусе. Он предназначен для учащихся 5 класс общеобразовательных организаций. У нас идёт в данном пособии теоретический материал и разнообразные упражнения каждому модулю учебника, но рассчитан на более глубокое, более системное изучение грамматики английского языка в основной школе. Все мы знаем, как любят российские учителя. И в принципе мы в России очень любим изучать грамматику. Но я не считаю, что это плохо. Поэтому, чтобы отработать, отработать системно, более даже подробно, чем это возможно только при использовании учебника в рабочей тетради, для этих целей мы как раз-таки упустили грамматический тренажёр. Содержание вы видите на экране. Здесь у нас 10 модулей. Несколько примеров я выложила также на слайд. Вот справа у нас здесь сколько времени называется. Мы учим учащихся, как правильно называть время на английском языке. Где тут такая подробная схема. И разъясняется, что пока минутная стрелка в правой части циферблата, время говорит со словом past. Сколько минут после определённого часа. Half также со словом past. А когда минутная стрелка в левой половине циферблата, время говорит со словом to. Сколько минут до определённого часа. Очень подробно и очень легко. Это всё запоминается и, конечно же, потом отрабатывается. Также слева у нас здесь задание. Мы повторяем глагол to be. Повторяем, как мы задаём вопросы. Как мы задаём special questions. Как мы задаём general questions. Всё это у нас отрабатывается, повторяется. Потому что всегда, конечно же, в пятом классе, особенно в начале, мы должны повторить то, что было пройдено в начальной школе. А тем более, если вы не вели этот класс в начальной школе, а получили его только в пятом классе, то тут обязательно нужно понять, да, какие-то слабые места учащихся, что у них вызывает особую трудность. И в этом нам также могут помогать грамматические тренажёры. Следующая наша новинка – это logbook and grammar к UMK Options. Это рабочая тетрадь к шестому классу и к десятому классу. Также полностью она соответствует учебнику. И уже данный комплект вы можете также в рамках обучения английскому, как второму иностранному языку, спокойно применять. Ещё одна наша новинка, которая у нас уже как раз-таки вне серии УМК. То есть она может быть использована с любым учебником. Это 175 развивающих упражнений для начальной школы. Здесь у нас идёт отработка навыков чтения и письма, тренировка навыков говорения, работа с лексикой и грамматикой. Полностью соответствует требованиям ГОС начального общего образования. Также у нас там есть рубрика «Проверь себя», где у нас идут упражнения на самопроверку с ключами. Обратите внимание, что есть две, так скажем, версии данного пособия. Первая – вот то, что мы видели, вот так выглядит обложка. А вторая отличается тем, что на обложке вы видите также написан, нарисован значок «Дисней». Вот данная версия, она идёт с электронной книгой от компании «Дисней». Это книга по мотивам одноимённого мультфирма «Зверополис». То есть если вы хотите с электронной книгой, тогда вы покупаете пособие, на котором также вы видите значок «Дисней». Если просто, то просто 175 развивающих упражнений для начальной школы. Давайте посмотрим на содержание. Здесь у нас идёт шесть разделов. В данном случае я писала содержание из той книги, которая идёт у нас в «Дисней». Поэтому здесь вы также видите «Reductivities» и «Ключи» к «Zootopia Reductivities». Каждый раздел из шести делится на лексика, грамматика, письмо, чтение и устная часть. Идёт постепенное усложнение уровня заданий по разделам. То есть, соответственно, начинаем с лёгкого и постепенно-постепенно у нас всё это усложняется. Но в каждом есть лексика, грамматика, письмо, чтение и устная часть. Здесь я взяла примеры из различных разделов. В данном случае у нас лексика. «Прочитайте текст, подбери к подчёркнутым словам и выражениям перевод из рамки, перепиши их в тетради выучить». Как вы понимаете, это самое-самое начало, когда мы только начинаем изучать лексику. Это взято из первого раздела. Также мы подбираем пары однокоренных слов, читаем текст, заполняем пропуски. Хочу сразу сказать, что задания у нас разнообразные. То есть, нет такого, что из раздела в раздел и постоянно одно и то же. Задания даются в разных форматах. Мы учащимся, учим работать и с таблицами, и со словообразованием работаем, и мэтчинг делаем. То есть, все возможные виды заданий, которые мы можем их дать, все форматы, они постепенно вводятся. Здесь у нас представлены задания из раздела «Грамматика». Также есть самые простые. Первое упражнение – это самое-самое начало. Раскрываем скобки, изменяем слова из правого столбика так, чтобы они соответствовали смыслу. Ну и просто в нужной форме, в самом начале мы ставим глагол «субить». Раздел «Чтение». Читаем текст, и, конечно же, после этого мы работаем с самим текстом. Есть количество достаточно большое после текстовых заданий и заданий до текстовых. Поэтому после прочтения мы обязательно с текстом еще и работаем. «Письмо». Здесь вот мы пишем письмо, заполняем пропуски. Здесь уже по образцу также пишем письмо. Все это начинает с начальной школы. Пишем и письмо другу, информалета. Просто тренируем навыки написания коротких заметок. Устная часть. Также читаем вслух, готовим устный рассказ на определенное количество предложений, в данном случае 7-10 предложений на определенную тематику. Ну как раз у нас тут тематика «Новый год». Плюс часто будет встречаться задание «Проведи интервью». Задай своему собеседнику вопрос, а затем поменяйтесь ролями. То есть мы отрабатываем иммунологическую речь, идеологическую речь. Ну и здесь уже задания, которые идут в том пособии, которое у нас идет с компанией Disney. То есть это название «Задание к электронной книге». Также здесь у нас задание идет на «True и False», «Найди ошибки и исправь их». К ним также идут ключи. Еще одна наша новинка этого года – это 7 класс учебного пособия «Первые шаги военной карьеры». Как вы знаете, при поддержке Министерства обороны Российской Федерации у нас постоянно увеличивается количество кадетских классов в школах, а также идет активная поддержка кадетских корпусов. И поэтому мы совместно с Военным университетом, с Лингвистическим центром Военного университета мы создали данное пособие «Серия язык «Профиль карьера», которое называется «Английский язык. Первые шаги в военной карьере». Вот до этого у нас выходили 5 и 6 класс, в этом году у нас вышел 7 класс. А также в следующем году мы планируем продолжение данной линии, соответственно у нас выйдет 8 и 9 класс. Также у нас есть пособие, которое называется «Военное страноведение». Оно также идет в рамках данного курса «Профиль карьера». И оно может быть использовано в 10 и 11 классе, также в рамках страноведения. Это «Военное страноведение США». Содержание 7 класса вы видите слева. Конечно же, у нас тут задача в первую очередь – это военная лексика, лексика военной тематики. Это именно те узконаправленные слова, это тематика, которую они могут встретить, если они хотят связать в дальнейшем свою жизнь с военной службой. Но и в любом случае, я думаю, большинству учащихся, кто учится в кадетском классе, это будет интересно, уже не говоря о том, кто учится в кадетском корпусе. Ну, конечно же, наши новинки по ОГЭ и ЕГЭ. Первое – это трудные задания ОГЭ, авторы Мишин Волжанина. Сначала у нас идет разбор типичных ошибок, а потом уже идут непосредственно задания, и задания для самостоятельной работы по различным разделам – аудирование, чтение, грамматика, лексика, письмо, уговорение. Также у нас идут ключи и приложения. В приложениях у нас идут бланки ответов, которые сначала заполнены на основе разбираемых примеров, а также идут чистые бланки для самостоятельных заданий. Также у нас трудные задания ЕГЭ. Содержание, ну, здесь не очень видно, вы видите, на экране. Также у нас идет разбор типичных ошибок. Дальше у нас идет анализ и уже самостоятельное выполнение заданий. Более подробно ознакомиться с новинками вы можете в нашем каталоге, а также все, что вы можете скачать к нашим УМК, к нашим учебным пособиям. Все наши аудиокурсы, книги для учителя, методическая поддержка – все это находится у нас на сайте www.prosv.ru. Сейчас очень много вопросов от учителей, потому что в связи со сменой перечня многие пытаются найти новые аудиокурсы, но при этом не все заходят на наш сайт, поэтому хочу еще раз обратить внимание, где именно у нас все это находится и откуда вы можете скачать именно те материалы, которые нужны. Еще раз, это www.prosv.ru. Слева вы увидите деление по языкам, будут английский, немецкий, французский, китайский, испанский языки. Соответственно, вы выбираете тот язык, который вас интересует. В данном случае мы выбрали английский язык. Сверху у вас будут учебники ФПУ, а чуть ниже у вас будут учебные пособия. Если вы хотите скачать какой-то дополнительный материал к учебнику из федерального перечня, вы нажимаете на обложку этого учебника и у вас открывается ОМК по классам. Вот так вот будет выглядеть. В данном случае у нас это Spotlight. Допустим, вы выбираете 4 класс и у вас открывается страница, здесь она у вас справа, со всеми составляющими данного ОМК. Английский язык учебник в двух частях, часть 1, часть 2 и так далее. Вы нажимаете на значок учебника, пролистываете страницу вниз, и там у вас будет предложен аудиокурс. То есть там будет написано аудиокурс с значком экранчика, что значит, что вы можете его скачать. К некоторым ОМК, к большинству даже я бы сказала, вы увидите, что у нас идет как аудиокурс, написано 14-й год и аудиокурс 19-й год. Опять же, для удобства, чтобы вы могли скачать именно аудиокурс к той версии учебника, которая вам нужна. Сегодня мы с вами также говорили про ОМК сферы. Вы можете более подробно ознакомиться на страничке данного ОМК, а также переходите на www.pros.ru, английский язык, выбираете обложку, у вас открывается страница ОМК сферы. Слева, обратите внимание, есть раздел, который называется «Знакомство с учебником». Вот в этом разделе «Знакомство с учебником» у нас как раз-таки располагаются PDF циклов со 2 по 11 класс. Вы можете скачать содержание учебника, а также один цикл, потому что одно дело, когда просто что-то устное вам кто-то рассказывает. Естественно, чтобы ознакомиться, всем хочется пролистнуть, посмотреть. Таким образом вы поймете, насколько этот учебник будет вам близок или нет. Тут же вы можете скачать книгу для учителя и аудиокурс. Плюс на сайте мы всегда выкладываем вебинары, которые у нас уже прошли, и сейчас у нас вышло уже много авторских вебинаров по ОМК сферы. Лена Юрьевна Смирнова у нас постоянно читает эти вебинары на различные аспекты обучения по данному ОМК. Также можете с ними ознакомиться в рубрике «Вебинары» или на нашем YouTube-канале. Тоже я сейчас его вам покажу. Как вы знаете, мы представлены во всех социальных сетях. Это и ВКонтакте, Инстаграм, и Твиттер, и Фейсбук. Вы везде можете на нас подписаться. Мы там выкладываем новости о наших предстоящих мероприятиях, анонсы, различные основные и важные новости из жизни образования и краткий отчет о том, какие у нас мероприятия прошли, где мы принимали участие. Это в основном у нас Инстаграм и Фейсбук. А на нашем YouTube-канале мы выкладываем видеоролики, вебинары по различным плейлистам. Вы можете очень удобно посмотреть именно то, что вас интересует. Туда же выкладываем записи открытых уроков, которые проводят наши авторы и методисты. Также подписывайтесь. Наш YouTube-канал называется «Просвещение. Иностранные языки». Также я вам настоятельно рекомендую и советую становиться авторами нашего онлайн-журнала «Иязыки. Просв. Ру». Это наш методический журнал «Просвещение. Иностранные языки». Во-первых, здесь вы можете почитать статьи методистов, авторов и ваших коллег, а также можете присылать свои статьи, которые мы опубликуем. Если они публикуются, то вы получаете сертификат о публикации. Требования к статьям также указаны на сайте методического журнала. Вы можете с ними ознакомиться. И периодически у нас также выходят региональные методические сборники. Мы работаем с регионами, проводим так называемый сбор, конкурс статей, по итогам которого мы формируем эти сборники. Они также выложены у нас на сайте журнала «Просвещение. Иностранные языки». Поэтому следите за новостями в своем регионе. Если у вас есть такая возможность, то обязательно участвуйте и присылайте свои статьи, когда формируется региональный сборник. Это все делается централизованно. Поэтому смотрите, мы всегда выкладываем информацию о том, что мы проводим. Какие-либо конкурсы с учителями. Или создаем региональные методические сборники. Вся эта информация у нас всегда есть на сайтах в разделе «Конкурсы». Здесь предмет региональных методических сборников. Сейчас их уже намного больше. Но также на нашем сайте можете с ними ознакомиться. Сейчас у нас проходит конкурс для учителей всех иностранных языков. Он называется «Символы Победы», который приурочен к 75-й годовщине Великой Отечественной войны. Проводиться он будет до 15 января. Все условия участия, именно тот формат, в котором должна быть работа, вы можете посмотреть на сайте нашего журнала или по QR-коду, который у меня сейчас на слайде есть. Еще раз обращаю ваше внимание, что очень важно прислать работу именно в том формате, в котором у нас это представлено в образце. То есть не в хаотичном, а именно так, как это рекомендуется. Также наши контакты, наш общий почтовый ящик нашего центра, Центра лингвистического образования, издательства просвещения, languagessobaka.prosv.ru А также мой личный, рабочий, имею в виду именно мой почтовый ящик, msalomachina.sobaka.prosv.ru Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по нашим ОМК, по работе с ними, то, пожалуйста, пишите нам в наш центр. Мы будем рады вам помочь. Давайте посмотрим, были ли у нас сегодня какие-то вопросы. Вопросов у нас не было. Это хорошо. Значит, у нас все понятно. Коллеги, тогда на этом я с вами прощаюсь. Я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам в нем успехов. Главное, чтобы наши ученики нас радовали, и чтобы все следующие годы были лучше предыдущих.